что-то мне в последнее время везет на греков сначала я восстанавливал их цивилизацию black and white 2 а теперь вот ну в принципе занимаюсь тем же самым только уже в локальных масштабах прям греческий салат какой-то но впрочем грех жаловаться мне очень нравится древнегреческая стилистика чуть меньше древнеегипетской но заметно больше древнескандинавской это намек сейчас был забудьте об этом так вот игра игра называется рис сын ромы ну или как-то так шутки шутками но хоть до игры реликта по моим меркам проект не дотягивает он очень даже интересный и достойный сын рима это своего рода слэшер при том довольно простой слэшер в древнеримских декорациях если кто вдруг не знает или забыл древний рим построен на руинах древней греции так что разницы между как минимум визуальной стилистикой нет вообще никакой и так идет 50 год до нашей эры римом правил знаменитый деспот нейрон и этот самый нейрон показанный откровенной истеричкой в игре что судя по учебникам было мягко говоря не так он в общем приказывает легионерам охранять его резиденцию видите ли на рим напали кельты на улицах развернулась натуральная бойня и тут появляемся мы все-таки в белом на самом деле разумеется не в белом мы обычный легионер ну не совсем обычный легат или как там правильно называется командир а то сейчас скажу что-нибудь такое потом будете опять вместе смеяться над очередными галпитами да и вот мы врываемся в толпу врагов и очень эффектно начинаем прорубаться ко дворцу чтобы защитить императора с первых же мгновений игра дает понять там два факта о себе первый игра очень брутально то с каким акцентом на происходящем мы протыкаем врагов отрубаем им руки ноги головы как ломаем им все что можно сломать дробим кости и как орем при этом все это действительно не оставляет варианта для вело текущего действия впрочем при всем при этом игра таки довольно сдержанная в кровавых сценах то есть да они есть и жести в игре немало однако знаете ли крови лично я ожидала побольше и дело здесь не в моей кровожадности просто вся игра на как бы в том числе и про то как ты разрубаешь десятки и сотни тел врагов разумеется должна быть кровь много крови и не так уж и много впрочем ее количество компенсируется действием об этом чуть позже второй факт о котором заявляет игра сразу же это обычный двухкнопочный слэшер это не devil make крайне mortal common где нужно заочвить много кнопочные комбинации на каждого противника применять свою тактику хотя тут есть противники которых например нужно сначала оглушить и все в таком духе но нет и это примитивный слэшак знаете тут не нужно думать тут вообще не нужно запариваться тут даже элемент прокачки упрощен настолько что не совсем понятно на кой ряд он тут вообще сдался однако заметьте примитивный не значит плохой знаете где еще был столь же примитивный элемент боя в какой игре серии batman arkham правда там все разбавлялось разными цацками типа бета рангов и прочего барахла а легат марий так тут зовут нашего героя марий тит мой однофамилец он обходится и без бета рангов ну вот так вот получается он прорывается во дворец и начинает яростно защищать императора так яростно что тот не может скрыться от его офигительных историй да сидя в осаждаемом дворце марий решает рассказать императору нейрону коллстори и собственно вся игра является одним большим флешбеком если что это не недостаток я не знаю почему немалому количеству игроков не нравится такие вот повороты нет тут все качественно сделано особенно мне понравились рисованные заставки все очень стильно и красиво так вот марий тит решает перебазироваться в александрию и заезжать домой чтобы попрощаться семьей отцом матерью сестрой однако какие уж тут прощания батя тут же берет его поворот дабы научить нас основам боя часть их показали в прологе часть показывает уже сейчас вообще что игре удалось отлично показать это тяжесть легионера не в смысле тяжесть его судьбы а именно вес то есть я довольно часто встречаю игры да господи 60 процентов наверное коростки игр не умеют правильно передавать ощущение пребывания в чужой шкуре когда твой персонаж одет в пудовые доспехи должен представлять из себя если уж не танк то точно не перекатывающегося и укрывающегося колобка но именно он его почему-то чаще всего и представляет и ладно бы персонаж двигался в доспехах легко это пол беды беда когда это никак игра вообще не подчеркивает это вопрос внимание к деталям самое забавное что сына рима как раз таки этим вниманием деталям брезгует но каким-то невероятным образом игре действительно удается передавать ощущение тяжести ты понимаешь что вот сейчас ты ворвешься в толпу как боулинговый шар и просто сделаешь страйк такого в игре нет но ощущение этого есть и это ощущение остается с тобой до тех пор пока марий в полном доспехе вдруг не начинает косплеить пепельного 1 и перекатываться как ненормальный тут все мои хвалебные дефирамбы просто летят помойное ведро игра зачем вот кто тебя просил насрала мне под малиновый куст но в целом если этот горешок принять понять и простить то тяжелый латник ощущается на отлично правда я хоть и понимаю что легионер он либо сильный либо мертвый но когда он одной рукой подтягивается на уступе пусть даже и помогая ногами если вот башеном щитом знаете вот сейчас вот рассказывал вам все это и сам начинаю сомневаться а так ли я прав лучше уж переключусь я кажется рассказывал как наш папка закабалил нас на тренировку конечно что должен делать сын не видевший семью долгие месяцы возможно даже года разумеется избить папеньку а то че он тут нас учат уклоняться парировать наносить удары общем классика правда глядя на то как марий при этом метелит отца от такой классики страшно становится но классика быстро заканчивается начинается анал на резиденцию на падает какие-то войны убивают мать сестрой а позже отца отдавая марию отличную мотивацию он хочет отомстить и как раз рядом появляется легат который дает ему такую возможность записывая в легион и вот теперь марий отправляет совершить месть и правосудие несмотря на то что завязка враги сожгли родную хату уже заезжено-переезжено глупой она от этого не становится вообще если честно сюжет довольно предсказуем вплоть до мелочей так как не пестрит он ими слишком уж обильно зато предсказуемость разбавляется суровостью и брутальностью всего происходящего можно конечно сколько угодно фыркать но назвать игру где происходит такая жесть скучный язык не поворачивается марий рубит налево и направо бой тут как я уже сказал очень прост есть удар есть сильный удар есть удар щитом есть до сильный удар щитом не трудно догадаться для чего некоторые враги требует сначала оглушение затем добивание это уже классика жанра также в игре есть парирование если тебя пытается ударить нажми на кнопку и удар уйдет в щит за исключением редких случаев а если нажать прям вот совсем вовремя то будет и парирование после которого враг открывается в общем-то убить врага не мудрено но вся игра построена не просто на убийстве а на добитии сын рима эта игра про нескончаемые фаталити всем попавшим под меч когда враг достаточно намандрючен можно его смачно добить отрубить руку или еще чем-нибудь такое неприятно сделать вариантов масса все перечислять замучишься делать это конечно же не просто а очень в разные моменты враг начинает светиться синим или оранжевым тогда и нужно нажимать соответствующие кнопки x и y если что как там на клавиатуре это реализовано я без понятия на самом деле даже если ты все вообще перепутаешь добивание все равно произойдет но ты получишь меньше ярости ярость это заполняемая шкала после ее заполнения мы можем ее очень эффектно и быстро поражнить войдя в раш и замедлив вокруг себя время мы превращаемся в натурального персерка но лишь до следующего прилива адреналина самое интересное что в игре есть еще прокачка настолько она здесь странная что я как ты даже не замечаешь в один момент игра сообщает тебе после очередной бойни у вас достаточно отваги ой листец чего а ничего говорит отвага это опыт балда иди качайся а так и говорите да это тут называется отвагой за очки прокачки которые тут обильно начисляется за убийство мы можем открывать новые фаталити в том числе и двойные не теле несмотря на то что добивание шикарные не совсем понятен механизм их применения то есть вот я открываю кучу добиваний у каждого красивые названия даже описание есть их тут реально больше полутора десятков а какой из них будет применяться последние случайные судя по всему именно случайная и так как понять при покупке добивание его суть можно только из текста что сами понимаете весьма затруднительно то и понять это то самое добивание был или не то точно также затруднительно двойное добивание тоже не самая удобная вещь чтобы его реализовать нужно довести до нужной кондиции двух противников однако во первых это состояние не вечное они регенерируют точно так же как и мы регенерируем как и положено в консольном коридорном слэшере а во вторых они часто в толпе и перемещаются и ты скорее всего не сможешь их подловить одновременно ну то есть возможно подловить ты их и сможешь но именно что приходится ловить их на этом обычное добивание происходит как бы плавно тебе не приходится выстраивать никаких комбинаций в голове эта игра она не проподобная а вот двойное добивание на этом фоне тот еще геморрой поэтому и происходит не часто очков прокачки кстати хоть жопой жуй очень быстро можно прокачать и ярость и урон и прочее только вот особого влияния на игру подобных параметров я не заметил возможно как это иногда бывает, на максимальной сложности этот момент раскроет себя, но я играл на средней. Удивил тот факт, что при таком огромном обилии очков прокачки их можно еще и купить за реальные деньги. Да, в игре есть микротранзакции, а я уточню, что игра вышла солнечным летом 2013 года для консола Бояр и холодной осенью 14 для ПК Челяди, а микротранзакции уже бушевали вовсю, да-да. Впрочем, я прошел всю игру и не имел с этим никаких проблем, это уже неплохо. Но есть в игре еще один по-настоящему крутой элемент, командный. Мы очень скоро получаем повышение и в некоторых сюжетных местах можем командовать отрядом. Выглядит это очень круто. Мы выстраиваемся в настоящую колонну и продвигаемся вглубь вражеской территории. Это непередаваемое чувство братского плеча. Часто нас встречает залп лучников, тут необходимо в этот момент поднять щиты. И, конечно же, ответные меры. Вот, хоть убей, забыл название этих метательных копий то ли Судисы, то ли Гладисы, то ли как-то и так еще. В общем, это что-то, что можно хорошенько метнуть во врага. В целом звучит несложно, да и на деле несложно, но иногда можно замешкаться и потерять отряд. Тогда Марий встанет на одно колено с видом типа «Все они были мертвы». Я снял палец Судиса, все было кончено. И игра предложит загрузиться. Есть еще одна разновидность подобных мероприятий, когда Марий командует войсками поодаль, они лично присутствуют в строю. Тогда нам дают возможность сделать незначительный выбор. Например, разместить лучников на крышах, но тогда страдает прикрытие. Либо копейщиков по флангам, но тогда страдает огневая мощь. Ну, в таком вот духе. Особенно «радует» в кавычках миссии, где нужно на время, пока отряд сдерживает натиск, метать копья в целую кучу блин врагов. В эти моменты ты понимаешь, насколько же тут отвратная система дальнего боя. Настолько корявая и неудобная, что на одно такое задание можно времени угрохать больше, чем на целую голову. Я сейчас не шучу. Притом, мышь не добавляет удобства. Вот насколько тут шикарные движения в щитовую, настолько же отвратительный тут дистанционный бой. Какое счастье, что такие задания дают нечасто. Изредка мы можем посидеть за катапультой, за баллистой. Иногда натыкаемся на ловушки, которые в стиле квиктамивинта должны преодолеть, иначе смерть. Правда, встречаются они лишь на одной единственной локации. С одной стороны, это логично, это ж не принц Перси, где ловушки по улицам мирного города раскиданы обильно. А с другой, жаль, задумка интересная, хотя порой и хлопотная. Знаете, наверное, даже хорошо, что их тут не так уж и много. Да. В общем-то, это все. Да, я сейчас описал всю игру. Это не мудрено, учитывая, что она мало того, что состоит вся из боев, так еще и доодри короткая. Я прошел ее за один вечер, это часов 5-6. Ну, может быть, 7. Однако, несмотря на столь короткое описание, игра очень даже хорошая. Она все эти 7 часов к ряду не отпускает тебя ни на минуту. Тут не бывает скучно. В редкие мирные моменты, свободные от кровопролития, ты любуешься отличным дизайном. Древнеримская архитектура шикарна, и не менее шикарные другие декорации, сменяющие друг друга завидной регулярностью. Подобное разнообразие также играет на руку сыну Рима. Тебе просто не успевает надоесть старая локация, как тебя отправляет на новую. Да и в целом, вся вот эта древнеримская стилистика, она хороша, от нее так и вид какой-то неведомой мощью. Не знаю, возможно, мне уже приелись современные войны, хотя я не играю особо в такие игры. Скорее всего, игра просто-напросто атмосферная. Атмосферности ей добавляет также некий момент собирательства, письма с фронта, найденные на трупах, а также описание некоторых находок, что-то вроде артефактов, описание локаций. Ну, а в целом, да, это все, вся игра. Я бы еще рассказал о мультиплеере, но мне не удалось подключиться ни к одной сессии. Возможно, даже сервера давно уже не работают, все-таки 7 лет прошло. Ну и теперь можно было бы рассказать о минусах, но опять же их тут совсем немного. О не совсем удобном добивании я уже сказал, про слишком уж упрощенную прокачку тоже сказал. Что еще? Дубляж тут странно, иногда персонаж шепчет, иногда орет не к месту, но в целом претензий особо-то и нет. Обычный такой среднячок впечатление не портит. Музыка сливается с окружением, ее даже не замечаешь. Как в случае Blaze of Time, не запомнилась ни одна тема. Обычно я считаю это недостатком игры, но здесь на мои впечатления это никак вообще не повлияло. Там что-то наяривало во время драк, самим дракам это не мешало, по ушам не ездило мне, и этого вполне достаточно для подобного рода игры. Было бы лучше, хорошо, но и как есть тоже неплохо. Союзники рядом часто просто тупо смотрят и не способны на смыслные действия, но часто не значит всегда. Да и не ожидал я от слэшера иного. Статисты, что с них взять? Непропускаемые катсцены это не беда, они же шикарные эти самые катсцены. Я бы еще знаете пожаловался на альтернативщину, то есть мне откровенно плевать каким тут изобразили Нерона, это явно не реконструкция. Но я вспомнил в начале про Black and White не только из-за греческой тематики, но и из-за божественной. Да, сразу после убийства семьи мы видим некую богиню, которая помогает нам. Красивую богиню, нужно сказать. Смотрите, какая прелесть. В общем, да, игра тут с элементом мистики. Древнегреческие боги реально присутствуют и влияют на события. Будьте готовы, если вдруг надеялись увидеть обычные солдатские будни. Правда, случается это довольно редко и вписано в игру гармонично, так что мое ворчание по этому поводу можно спокойно пропустить, я бы и сам его пропустил, вот честно. Скоротечность и простота лишают игру возможности заиметь серьезные недостатки. Им там просто некогда, да и не во что вклиниться. Удивительно. Даже банальная история подается очень красиво и драматично. И в конце, если уж не растрогает, то как минимум даст удовлетворение от проделанной работы. Сценаристам удалось заставить игрока сопереживать героям. И это сегодня дорогого стоит. А вот сама игра в финансовом плане дорогого уже явно не стоит. За 7 лет она неплохо так подешевела. 260 рублей, а в моменты скидок вообще 70 рублей. За такую интересную игру можно и больше отдать, но ее время технически прошло, однако кому из нас не плевать. Всем любителям задорных битв, красивых, но незамысловатых сюжетов, а тем более древнегреческой или древнеримской тематики, я могу смело рекомендовать Сына Рима. Навряд ли вы пожалеете о потраченных часах. Субтитры создавал DimaTorzok